Лариса Сатурна Таким образом регион начал жить фактически в блокаде. Экономия ресурсов, топливо, продовольствия, медикаменты и другие жизненно важные товары. В заложниках оказались 120 тысяч человек, из которых 30 тысяч это дети. Все ли правильно я перечислил? Есть что-то еще, что я могу забыть или что-то добавилось за это время, к сожалению? Я вам хочу сказать, то что мы с вами будем говорить о гуманитарной катастрофе вовсе не означает, что там исключительно гуманитарная катастрофа. Я все-таки расцениваю все действия Азербайджана как политические, как направленные на абсолютное пренебрежение не только международными нормами вообще, но и конкретно в данном случае государство, непризнанное. Но это субъект международного права в определенном смысле Нагорно-Карабахской республики и его жителей. Поэтому то, что мы будем с вами говорить о гуманитарной катастрофе, это лишь одна достаточно видимая и достаточно чувствительная часть того, что делает Азербайджан. Повторяю, у Азербайджана вовсе это не цель гуманитарная катастрофа, а это метод. Итак, гуманитарная катастрофа, которая сегодня имеет место в Арцахе, это следствие политических последовательных действий Азербайджана по пренебрежению международным правом. И в данном случае давно уже реализованным со стороны армянского народа, проживающего в Нагорном Карабахе, его уже реализованного права на самоопределение. Я очень прошу, чтобы различали. Это не просто они подбирают право, они уже реализованное право пытаются буквально всеми насильственными методами, буквально стараются просто насилием прекратить уже реализованное право на самоопределение. Теперь что вы не сказали? Можно сказать, что то, что уже получило широкое распространение, это видимая часть айсберга. Если мы посмотрим глубже, то это нарушение права на образование сотен людей, на исполнение, на работу, на избранную ими работу, на притворение в жизнь других целей, предусмотренных конвенцией об экономических, социальных и культурных правах. Я не стану сейчас перечислять, те, кто знают эту конвенцию, понимают, что это десятки экзистенциональных прав человека. Таким образом мы имеем здесь дело не только с прекращением нормального общения между внешним миром и Нагорным Карабахом по поводу, например, обеспечения продовольствием, обеспечения теплом, электричеством и прочее, как это полагается в любой точке мира. Но мы имеем еще дело с огромным количеством массового нарушения экономических, социальных и культурных прав, чтобы мы просто поняли, что об этом нельзя забывать. И в этом смысле, кроме тех прав политических и личных, о которых я сказала, это право на самоопределение, это право выбора своего образа жизни, этот принцип существует и в европейском праве, и в европейских международных отношениях, и в международном праве и международных отношениях. К сожалению, мы видим, что нарушения, грубые нарушения, я бы даже сказала, противопоставление Азербайджана себя всему миру не получает адекватной оценки. По практически всем известным причинам, они не столь существенны, как экзистенционально. Азербайджан обменяла такие ценности, как права человека в любом государстве, признанном или не признанном. На любой территории, самостоятельной или не самостоятельной, вот эти ценности, права человека обменяла на каких-то 1-2 градуса тепла в своих комфортабельных квартирах и домах. Потому что именно этим можно только объяснить, что Урсула фон Берляйен сразу после бесчеловечного отношения Азербайджана к гражданам Нагорно-Карабахской республики одарила Азербайджан двумя миллиардами евро. И это называлось сделка по поставкам газа. Между прочим, я не очень верю в то, что это исключительно для вот этих коммерческих отношений. У меня есть обоснованное подозрение, что Урсула фон Берляйен и те, кто поддерживают эту точку зрения, они действительно одобряют именно таким образом, реально, материально одобряют грубейшие нарушения прав человека со стороны Азербайджана. То есть, вот хотите сказать, что по сути дела это дает право Азербайджану, властям Азербайджана, игнорировать то, что сделал международный суд в Гадне, когда в феврале вынес решение, не обязывающие обеспечить бесперебойные... Безусловно, безусловно, безусловно. То есть, циничное такое отношение Азербайджана к авторитетному все-таки международному суду справедливости, так называется вот этот Гаагский суд, объясняется тем, что как бы устно европейское сообщество и международное сообщество устами Гаагского суда оглашает одно решение, а в то же время материально, что гораздо... Да, 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 продолжайте, я слушаю вас. Я завершила именно этим предложением, что фактически устное оглашение решения Гаагского суда это внешняя сторона вопроса, а внутренняя сторона вопроса это материальное поощрение геноцидного государства Азербайджанской республики.